Безнадега.ру И этого самого магазина колбасы А это что за перечиска? Ирокез называется Вот я не знаю, кто сделал эту чудесную работу Он называется Дом Пряник Заработал черешину Наш любимый пейзаж, вот это одинокое окно Это явно масонский взрыв Ну что, друзья мои Как-то раз надел я этот костюм И мне сказали, божечки, как можно носить New Balance со смокингом Что вообще за непонимание Интересно, чтобы эти прекрасные мещани Написали бы сейчас Можно ли носить со смокингом такой причесом Сегодня вас ждет очередной увлекательный маршрут Мы его, как обычно, закольцуем И это такая, знаете Как вот фильм голливудский известный С Брэдом Питом От конца к началу Так и я сегодня решил вам рассказать Про судьбу Федора Михайловича Достоевского От конца к началу И все это, естественно, через проходные дворы Более того, на самом деле Это не единственный, я думаю, тур Который мы начнем с этой точки Единственное, что Мой прекрасный вид испортит Вот этот вот замшелый рюкзак Потому что у меня там есть кое-что Что мне надо вам показать Соответственно, мы отправляемся с вами В увлекательное путешествие И идем мы с вами К последней квартире Федора Михайловича Достоевского В которой он прожил Свои последние счастливые года И там же он и умер А выйдем мы с вами К первой квартире Достоевского Где у него все началось Все заиграло Вся его литературная слава Там и началась Вот здесь когда-то Вот в этом месте Была жесткая толкучка Сейчас тут торгуют цветочками И зеленью А раньше Здесь продавали Все что угодно От мебели даже Ну такой небольшой И обуви до книжек Именно здесь я в свое время Купил одну из книг Которая перевернула всю мою жизнь Она называется Народовольцы в Петербурге И вот прочитав ее Я реально заинтересовался Историей Не только родного города Но и своей родной страны Мы сейчас зайдем Вот в этот рынок Он на самом деле Несмотря на то что выглядит Как Древолюционный Построен был уже В советское время Что было на его месте Я вам расскажу чуть позже А пока мы будем ходить По нему На этот рынок Обычно заводят Иностранных туристов Которые после Достоевского Чтобы показать Так называемую Local Life То есть как живут Рынок не дешевый Но он в самом центре И когда я жил Пойдем минуточку Привет Это мне? Видите? Это только вам Это только мне Заработал черешинку Понимаете? И оператор заработал черешинку А вы видели блогер? А? Вы не видели блогер? Нет, я сбежал из психушки И вы, пожалуйста, Не рассказывайте, Что меня видели Потому что иначе У вас будут проблемы Серьезные Стендап на Кузнечном Павел Перец Потом приходи, красавец Да? Обязательно зайду к тебе, дорогой О-о-о, пожалуйста. Меня видишь, меня уже осчастливили. Меня уже осчастливили. Коречки уважаем. Спасибо. Можно с косточкой выкинуть? Ну как, заработал, видишь? Взял камеру в руку, заработал черешенку. Сейчас просто огромное количество мемов в интернете. Сейчас будет черешня. И вот мы ее отъели. Халло! Халло! Фото! Фото! Я русский, дорогой. Хорошо русские фото. Хорошо русские фото. Давай, давай, давай. Оба близкие. Опа. Откуда вы? Сырока, в Таджикистане. С Таджикистана? Ма, фото. Сейчас, ма, шоу, а шоу. Моменту. Интернет проживешь, Бо. Бо, давай. Бо, не бачку. О, я, груза, мегрием. Все. Граждан, мой телефон, а ты, фото. Аккуратно, он пачкается, аккуратно. Да, 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 аккуратно. А это что за перечёска? Иракис называется. Иракис, да? Яравара, что ли? Яравара, что ли? Яравара? Да. По-таджикски это яравара. Да, да, да. О, я буду знать, смотрите-ка. Узнал, что это яравара по-таджикски. Да. Все, спасибо, брат. Счастливо. Здесь есть, кстати, бесплатный туалет, если вам интересна эта информация. Там же есть выход, да? Да. Когда я жил на Литейном, я ходил сюда покупать зелень. Это единственное, на что у меня были деньги в этом месте. Я покупал себе кусок мяса небольшой и вот зеленушку. Так вот, Фёдор Михайлович, конечно же, не застал ни гостей из Таджикистана, потому что никакого Таджикистана тогда не было. Еще в помине вся эта территория называлась Туркменистаном и была в процессе как раз завоевания Российской империи. Сейчас мы выйдем вот на эту точку. Я вам покажу, сейчас будет такая фотография, где вы увидите, как, например, выглядел этот дом раньше. Здесь будет как раз кусок строящегося рынка и надпись на этом доме «Столовая». Здесь действительно на первом этаже располагалось столовая и кафе. И если мы сместимся вот на эту точку и развернемся в ту сторону, то мы увидим сначала, как этот рынок выглядел до революции. Давай развернемся. Вот сюда. Как этот рынок выглядел до революции. Сейчас у вас вот некая картинка. И затем, как этот рынок строится. И опять-таки виден кусок дома, где жил Федор Михайлович. И там надпись, соответственно, кафе-столовая. Так вот, Достоевский всю жизнь был в долгах, как в шелках. И почему так произошло? Потому что он взял на себя долги своего брата. Его старший брат умер. У него осталась семья, которая, кстати, привыкла достаточно к такому, ну, не богемному, но приятному содержанию. Федор Михайлович взял на себя о них заботу. Это раз. Во-вторых, у него самого все время денег не хватало. Ну и в-третьих, плохо так говорить, но Федор Михайлович был лох во всем, что касается денежных вопросов. Его потом, когда он начал зарабатывать, называли палачом денег. Но ему повезло. Он встретил женщину. И женщину не просто женщину. Он встретил женщину Анну Григорьевну Сниткину. У меня есть с собой книга ее воспоминаний. Вот она вот так вот выглядит. Я вам сейчас покажу ее портрет. Ну вот она. Она работала стенографисткой. Как они познакомились, у меня есть отдельный выпуск. Но что это Анна Григорьевна Сниткина сделала? Как раз-таки на исходе жизни Федора Михайловича. Во-первых, она самостоятельно издала роман «Бесы». Это был первый случай вообще в истории нашей литературы, когда сам писатель решил заниматься издательской деятельностью. Удачной. До него она была исключительно неудачной, потому что Александр Сергеевич Пушкин, как вы знаете, современник, начал издавать, прогорел. Мельников-Печорский, я тут выяснил, тоже, к сожалению, прогорел на этом деле. А вот Сниткина издала «Бесы». Что она сделала? Она провела, по-современному говоря, маркетинговые исследования. Она пошла по книжным лавкам и издательствам и стала у них спрашивать, какую уступку они имеют. Уступка имеется в виду, какой процент. Они ей все говорили, ну, вы знаете, 50 процентов, 50 процентов. То есть писатель получает, дай бог, 50 процентов. И один раз она зашла в одну из лавок и спросила, а можно вот эту книжку мне, там она 3 рубля, можно мне ее за 2 рубля? Она говорит, ну как мы можем? Ну, вам и так полтора рубля достанется, вы уже 50 процентов зарабатываете. Да что вы, сударыня, мы только 20-30 процентов зарабатываем. И в итоге пойдем сместимся. Вот так шпарит, чтобы в тенек встать. Вот там мемориальная доска висит, как вы видите. Нас просят показывать все детали, мы прислушиваемся к вашему мнению. Вот здесь как раз в тенеке можно встать на 2 минутки. Соответственно, она пошла в типографию и договорилась, что они издадут этот роман. Ей в типографии порекомендовали издать ее тиражом 3,5 тысячи экземпляров и взять цену не меньше 3,5 рублей. И она посчитала, что с учетом того, что им нужно было где-то около 4 тысяч заплатить за бумагу и за работу издательства, ну, типографии, они при этом все равно получали не очень плохо. И вот, соответственно, она все это сделала. Было помещено в газете «Голос» объявление о том, что выходит новый роман. И сюда к ней пришел первый человек за десяточком книг. Это был человек из книжней лавки Попова, которая размещалась в пассаже на Невском проспекте. И он говорит, ну, я готов, вот, значит, за 50%. Она говорит, только 20%. Она говорит, ну, хотя бы 30%. Она говорит, только 20%. Самому не бьется сердце. А вдруг он сейчас разнесся и идет. И в итоге он согласился, взял десяточек книг, потом пришел еще один, потом еще пришел еще один. И так вот у них эта торговля и пошла. И они действительно на эти книги сделали очень неплохие деньги. Но этого ей показалось мало. Этот факт, он более-менее известен. А то, о чем я вам сейчас расскажу далее, это уже совершенно почему-то малоизвестный факт, хотя он написан в ее воспоминаниях о той самой книге, которую я вам показал. Уже под конец жизни она, вдохновившись вот этой бизнес-схемой, которая прошла удачно. Решила заняться не просто изданием книг Федора Михайловича, а в принципе книжной торговлей. И они затеяли бизнес-предприятие торговля книгами Федора Михайловича Достоевского. Вот я не знаю, кто сделал эту чудесную работу, но я имею в виду не художника Перова, конечно же, да. Я имею в виду те, кто нанес ее сюда, хотя, конечно, какие-то мудаки, да. Вот тут уже какую-то свастику пытались изобразить на лоб нашему великому классику, что-то прилепить. Но пока не дошли руки маляров, в отличие от фрески с броским, как вы знаете, ее замазали. Это здесь жива. Очень удачно расположена. Так вот, пойдем дальше. Как она писала, эта деятельность позволяла ей оставаться дома, следить за детьми и за здоровьем своего дорогого мужа и при этом зарабатывать деньги. И требовалось буквально только деньги на покупку книги на мальчика, который бы эти книги приносил и запечатывал, отправлял. Более того, это была фирма исключительно для торговли иногородним. Почему иногородним? Чтобы они не конкурировали с внутрипетербургским рынком. И еще был момент. Для этого не требовалось никакого помещения, вообще ничего. И у них это заиграло. Они начали эту деятельность. Достоевскому пришлось получить торговый патент, а для этого ему пришлось получить звание купца. То есть он был дворянином вообще-то, обратиться в купеческое звание, над чем, конечно же, очень сильно подтрунивали его всякие друзья и оппоненты. Но ему было плевать, ему нужно было обеспечить благополучную судьбу своих детей. Здесь очередной у нас петербургский пейзаж. Привет, парни. Здорово. Вы здесь живете? Да. Как тут атмосфера по вечерам? Отличная. Отличная? Спасибо. Вот я хочу обратить ваше внимание на эти мощные контрфорсы. Ну и, конечно же, наш любимый пейзаж. Вот это одинокое окно наверху. Причем, видите, так вот странным образом оформлено. С кушком, штукатуркой. Это, наверное, я и проводил, на самом деле. Да, просто я тогда был без этой штуки. Да. У нас действительно была здесь экскурсия. И все про эти окна, как заметил молодой человек. Все про них. Таким образом, в конце жизни ФМ воплотил свою мечту. Он стал сам зарабатывать деньги, но, к сожалению, он скоро умер. И вот оттуда-то его и понесли в Александр-Невскую лавру, потому что на кладбище Новодевичьего монастыря место оказалось слишком дорогим. А Александр-Невская лавра согласилась похоронить его бесплатно. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на эти дивнейшие, прекраснейшие балконы. Посмотрите, как они красивы. Вот идет водосточная труба сквозь них. Мало того, что там еще на последнем этаже, который балкон, там сайдинг прямо виден внутренне. И вот этот вот балкон замечательными плитами отделан. Я тут сажусь в машину, подходит ко мне человек, стучится и говорит, вы знаете, я не питерское чмо. Я говорю, да даже если бы вы были питерское чмо. Оказывается, человек смотрел мои выпуски и сказал, что я ошибся. Вот эти плиты, на которых я так ржал, они действительно изготавливались для перекрытий, а потом уже от нехватки их располагали внизу на земле. Вот. И это вот он мне сказал. Поэтому большое ему за это спасибо. Вот там очередное окно. Человек, видите, танцует. Это Питер, детка. Помашем ему. Привет, привет. Ему хорошо. Да, пожалуйста. Да снимайте, что хотите. Вот. И хочу вам показать, ну, во-первых, вот этот вот прекрасный вход. Непонятно куда. Да, он тоже красив. Идеально сделан. И традиционная история, потому что, к сожалению, в Петербурге суд. Суд по углам. И от этого никуда не деться. Вот она, замечательная изнанка. Мы с вами выходим на Колокольную улицу. И здесь мы сначала с вами перейдем улицу, чтобы показать один совершенно потрясающий дом. А потом мы в него зайдем. Дом этот построен по проекту архитектора Никонова. Он вообще возвел у нас в городе несколько строений в так называемом неорусском стиле. В частности, например, монастырь в конце Карповки. Так называемый дом с петухами рядом с Александринским театром. Но одним из самых потрясающих его творений является вот этот вот дом. Он называется дом пряник в народе. Это апофеоз славянского, русского, русско-византийского. Его по-разному называют на самом деле. Была тотальная мода в конце XIX века на такие вещи. Особенно на волне, скажем так, идеологических перемен, которые произошли в эпоху Александра III. Они начались еще при Николае I, но апогеи достигли в эпоху Александра III. Могу сказать, что, например, при царствовании Елизаветы Петровны, когда устраивались маскарады, появление в русских национальных костюмах не поощрялось, потому что считалось, что таким образом люди экономят деньги и не покупают себе дорогие костюмы. А вот уже в эпоху Александра III начались маскарады в русском народном стиле. Из Росовой, слава богу, родные еще плитки с красивой резьбой, с красивой выпечкой, я бы даже сказал. 18.16, у меня сегодня 8 экскурсий, я думаю, успею я домой заехать или нет. Внутренний двор. Посмотрите, какая башня. Все с чего-то нас сегодня сопровождает какой-то стиль техно отовсюду. Здесь лестница находится вот в этом объеме. И при этом, если мы пройдем сейчас с вами в следующий двор. Вот это такой классический двор-колодец, он обширный, но тем не менее я тут водил экскурсию, задавал риторический вопрос. Все-таки хорошо или плохо жить в подобном месте. Потому что, конечно, когда ты смотришь, когда у тебя вид вот такой, тут начинаешь задаться вопросом. Локация идеальная, ничего не скажешь, да? И ради нее, может быть, стоит пострадать. И вот щель очередная у нас междворовая, междомовая точнее. Поскольку нам предстоит сегодня еще неоднократно касаться судьбы Федора Михайловича, я вам начну рассказывать. То есть это был последний адрес его, да? А когда он начинал свою литературную карьеру, он познакомился с грандами русской литературы. Вот здесь отлично видно граница здания. То есть тут мы заморочились, тут уже нет необходимости, поскольку здесь уже начинается Брандмауэр, тот самый наш любимый. Пойдемте, выйдем отсюда. Достоевский познакомился с Некрасовым, как я расскажу вам. Но еще он познакомился с Тургеневым. И вот с Тургеневым, а мы увидим с вами дом, где жил и Некрасов, и Тургенев, и Чернышевский. С Тургеневым у Достоевского по жизни были контры. Вот здесь сейчас отникнет такая фотография от того дома, и стоят такие детки. Это... Проходите. Этот дом, на самом деле, был приют, который был организован для дочерей офицеров. Ну, не только для дочерей, для сирот, офицерских сирот. Но дело в том, что когда его организовали в самом начале, туда они сразу заехали. Вот там очень интересно увидеть, как два дома. С левой стороны никто не озадачился постройкой мансарды, а с правой стороны и озадачились. У них это получилось еще пока, когда можно было. Сейчас уже хрен такую мансарду был, возвели. Но во времена Оны, при наличии денег, и при наличии понятия, кому нужно вовремя занести, можно было сделать и такое. Мы переходим с вами к Колокольную улицу. Это угол Колокольной и улицы Марата. До этого она называлась Николаевской, а до этого она называлась Грязной. Что, собственно, характеризует ее состояние в то время. И надо сказать, я уже говорил в предыдущей своей экскурсии, что когда в 18-м году эта улица была названа Марата, большевики не делали никакого секрета из того, какую политику они намереваются проводить, потому что Марат – это самый-самый упоротый член революционного конвента Стольного Града Парижа. Заколотый Шарлоттой Карде. Единичный террористический акт. Так вот, Достоевский с Тургеневым были на ножах. Дело в том, что, как я уже сказал, Достоевский сижу в долгах, как в шелках, а Тургенев, в принципе, с определенного момента не испытывал никаких проблем с денежным удовольствием. Это первое. Второе. Они расходились еще, конечно, по идеологическим. Принципом, потому что Достоевский после отсидки он стал таким закоренелым славанофилом, ударился в религию и вообще стал мега законопослушным гражданином. А Тургенев, он был западником чистой воды, ну и, так сказать, бравада проявлял в качестве всевозможных атеистических штук. Я вам хочу показать вот это вот здание или нет, или не это. Нет, не это. Пошли дальше. Другое. Мы до него еще не нашли. Или это? А где же аббревиатура-то, господи? А, ребята, слушайте, а его в леса убрали. Я смотрю, что-то происходит. Его убрали в леса. Мы здесь уже недавно ходили, но его там не было. Да, это дом Игнатия Тузова. Я хотел вам показать эти его инициалы. Ну, хорошо. Здесь сейчас покажется вот такая фотография. Это похороны, на самом деле, дочери Игнатия Тузова. Просто вопрос о том, на чем можно было сделать деньги в традиционной России. Игнатий Тузов торговал богословской литературой. Прикиньте, на этом сделал неплохие бабки, что смог себе иметь доходный дом. А я, главное, смотрю и не понимаю, что происходит. Мы с вами ныряем в очередной проходной двор. Вот обычно, когда заходишь, сразу бросается запах... Да, ну вот, посмотри, страдание... страдание грузовых машин. Запах мочи, но вот в этом дворе пахнет так, ну, конечно, не как у меня на даче, бывшей, которую я продал, но примерно как, знаете, в каком-нибудь предместе современном, там, в Парголову, например. Потому что здесь все зелено, и одно время, я помню, здесь были даже одуванчики. Я даже сделал тут фотографии, выложил в инстаграмчике, как я эти одуванчики сдуваю. И вот... И вот здесь хорошо. Прям не поверить, что буквально на двух шагах. Марата... Марата одна из самых пробочных улиц, особенно вот в этом куске. И дальше Невский, перед площадью Восстания, там всегда пробка, там очень короткий светофор, и там всегда жопа. Вот хочу показать вам массу интересных, полезных вещей на балконе. Вот кто что хранит, да? Здесь вот это вот происходит. Ну вот, подстригли, подстригли все одуванчики. А так тут было еще такая дачная атмосфера. Да, и там, кстати, лопухи даже, по-моему, виднеются. Ну, осталось только клубнику посадить, и все будет нормально. А вот тут уже никакой грузовичков, ни таксовичков, и прочее уже не проедет. Это у нас очередной двор. Весь заставленный машинами, с очередным домом счастья, в смысле, уголком счастья. И тут можно посмотреть, как на балконах произрастают деревья, самые настоящие. Вот там, вот там. Жизнь всюду пробьет себе дорогу и всюду найдет себе место. А мы возвращаемся к Достоевскому и Тургеневу. Рыцарь, горестные натуры, Достоевский юный пыщ, на лице литературы ты вскочил, как яркий прыщ. Это эпиграмма, написанная Некрасовым, но на эту эпиграмму его подбил как раз-таки Тургенев. Здесь висит неприметная доска. Сейчас это Поварской дом 13. В то время, когда здесь жил Некрасов, он был за номером номер 7. Вы видите, что здесь на самом деле жил и Чернышевский, и Некрасов, и Достоевский. Ой, извините, и Тургенев. Именно в этот дом, мы об этом будем говорить, прибежал Григорович с повестью «Бедные люди». Именно здесь он разбудил Некрасова. И сейчас я вам хочу показать несколько картинок. Вот мне для... Вот если мы представляем Некрасова, то как мы себе представляем? Вот он такой, знаете, вот больной, лежит, лежит в кровати. Я вам сначала покажу один его портрет, который, в общем-то, без пол-литра, вы бы никогда не догадались, что это он. Но это он. Ну вот, например. Это Некрасов. В молодые годы. Это у меня есть такая замечательная книжка, одна из, Некрасов в Петербурге. И здесь он попал на цензурное преследование за стихотворение, которое вышло в сборнике, которым он тогда занимался, про чиновника. Тихо и кроток, как овечка, и крепене к лбом, до хорошего местечка доползешь ужом. Купишь дом многоэтажный, схватишь крупный чин, и вдруг станешь барин важный, русский дворянин. Это такая, знаете, колыбельная. И вот, что писал Уваров по этому поводу министра народного преследования. Есть знаменитая Уваровская тирада, триада, самодержавие, православие, народность. Вот. Что он писал по этому поводу? Сочинения подобного рода по предрассудительству своему содержанию не должны одобряться к печатанию. А дальше на эту колыбельную Булгарин написал давно стоит отделение. Некрасов самый отчаянный коммунист. Стоит прочесть стихи, его и прозу в Санкт-Петербургском альманахе, чтобы удостовериться в этом. Он страшно выпьет в пользу революции. Вот с таким приходилось сталкивать. Ну, то есть, вот сейчас прочитаешь это стихотворение, да, ну, казалось бы. Но это еще не все. Я вам хочу показать еще пару его портретов. Совершенно для вас удивительно. Ну, вот, например, да. Ну, кто бы сказал, что это Некрасов. Ну, и, наконец, посмотрите, какой он мачо здесь. Прямо такой француз, француз, аптит француз. Вот так вот меняет человека борода, болезни и тот образ, который нам всегда насаждался в школе, потому что в школе, естественно, висел портрет такой с вытянутым лицом и так далее. Это вопрос вот о нем и о Чехове в том числе. И вот, пойдем. Тургенев подбил Некрасову на написание этой эпиграммы. Достоевский очень обиделся, конечно же. А потом была еще одна история. Дело в том, что Достоевский очень любил играть на рулетке и висбадане он проигрался до такой степени, что ему пришлось писать письма всем, включать Тургенева и просить у него 100 талеров. 100 талеров для Тургенева было пьху, но он прислал только 50. И потом, спустя 11 лет, как пишет Анна Григорьевна Сниткина в своих воспоминаниях, когда он уже давным-давно воплотил ему эти 50 талеров, Достоевскому приходит человек по фамилии Отто, взявший себе псевдоним Онегин. Это очень интересный персонаж. Он жил в Париже, хранил память о Пушкине и даже вызвал Дантеса на дуэль. Приходит и говорит, что его послал Тургенев еще за 50 талерами. Достоевский говорит, так я же все отдал. Он говорит, нет, вот меня попросили взять. Достоевский попросил Анну Григорьевну, чтобы она все, соответственно, переворошила, нашла то письмо, а она нашла то письмо. И объяснил, что нет, были отданы эти 50 талеров. Отто попал в очень неприятную ситуацию. Тургенев в итоге признал свою ошибку. Но вот подумайте, вот понимаете, два взрослых человека, уже известных писателей, 50 талеров. Вот такие укипели страсти. Посмотрите, здесь какие у нас есть реликты, петли. То есть, на самом деле, здесь немножечко переделана у нас конфигурация дома. Торчит вот там отбойник еще. И сейчас мы выйдем с вами на самом... Вы знаете, мы в детстве стебались... Ой, смотри, какое окно прикольное. Только сейчас заметил. Вот. макулатура. Или вот, например, занавесочки кисейные, классические кисейные занавесочки. И смотрите, какое стеклышко замечательное. Чтобы, наверное, было не видно, что там происходит. Такое выражение есть. Тяжелое детство, железные игрушки, скользкий подоконник. Вот, кстати, тоже, смотрите. Кто-то очень активно ездил. Вот, посмотрите, какая радостная площадка. И чтобы у этой радостной площадки было правильное восприятие, здесь вот у нас колючая проволока. И надпись. Я очень люблю в Питере такие надписи. Звезд с неба. Не срывать. Это довольно оптимистично. И сейчас я вам хочу показать шедевр архитектурного искусства. Вот тут балкончик. Сайдинг, окошечко и прочее. И дерево. Опять, видите, междомовой щели проросло. Окна вот эти более-менее какой-то одинаковые конфигурации, а наверху вот странные. Вот здесь одинокое окно. Это вот все те самые бронмауры прорезанные. Ну, еще, конечно же, Достоевский писал Тургеневу, что пусть он купит себе телескоп, чтобы из Европы смотреть в Россию. В ту самую Россию, где даже во дворе растут березки. Прикиньте. Вот у нас нечто. Как сделано на века, понимаете? Не разобьешь ничем. В итоге Достоевский был напечатан. сборник, который сдавал Некрасов. И тогда ой, димой хороший. Но я бы был не я, если бы, понимаете, не знаю. Куда ты пошел, рыжий? Рыжий! О, смотри, тут на машине еще одна. Смотри, смотри, на машине вон она. Тигра. Тигра. Но это однозначно она Видите, какая она разноцветная Красивая Бродский говорил, что кошки настолько изящные Что даже когда они делают пипи Они все равно грациозны Ничего не скажешь о нас В двумногих созданиях Да, так вот Достоевский попросил в этом сборнике Чтобы его произведение «Бедные люди» Было в рамочке Чтобы у всех как надо, а у него в рамочке Вот такая немножечко звездная болезнь началась у Федя Вот смотрите, здесь у нас Этого не было буквально недавно Реклама фильма «Сын» Ну, надо сказать Очень интересное место подобрано Проходимость, как вы видите, огромная Ну, а здесь я уже делал фотографию И можно прямо сделать вот так вот Вот за такие надписи я и люблю свой город Помойку вывезли Мы когда здесь водил экскурсию Здесь стоял такой классический стол раздвижной Вот такой Он был в каждой практически советской квартире Его кто-то выкинул Мы с вами вышли на Дмитровский переулок Вообще вся эта территория, она была отдана На откуп, значит Дворцом и служащим Отсюда поварской И название поварской переулок Ну, в Москве была тоже самая история То есть были слободы Где селились те, кто обслуживал царский двор Просто, конечно, в XVIII веке инфраструктура несколько изменилась Понятие слободы, оно уже отходило в прошлое Тем не менее Здесь у нас эльфийский садик Который отстояли местные жители Тут была буча Его пытались застроить И он известен тем, что когда был закрыт Сайгун На углу Литейного и Невского проспекта Ну, Сайгун это неофициальное название кафе Вообще, ну, еще называлось Петухи Там собиралась неформальная молодежь Ха-ха Неформальная молодежь А когда, соответственно, оно было закрыто или переполнено Приходили сюда, в этот вот садик Сейчас вот такая картинка появится И бухали Я не очень люблю эту тему, потому что я человек из Straight Age Stay Punk, Stay Clean И роман у меня выходил Называется «Откосик, когда штанги» Я все это, знаете, алкогольную, рок-н-ролльную тему В какой-то момент, ну, перестал воспринимать Потому что все воспоминания Вот этих вот рокеров наших Они связаны именно, конечно, с портвишком С водочкой, со всем остальным Да, покажи Здесь, кстати, еще можно вот пройти сюда И показать мемориальную доску Самопальную На ней написано, что, видите, эльфийский садик В середине 60-х до конца 80-х годов Культовое место встреч представителей андеграуда Художников, писателей, музыкантов Тра-ля-ля-ля-ля-ля Здесь царила атмосфера свободы, любви И творчества, являвшаяся альтернативой Конформизму эпохи застоя Коммунисты не поймут А я вам хочу показать Ну, во-первых, вот если мы сюда выйдем То мы... Вот сейчас тут нету никаких трамваев Раньше здесь были вообще трамвайные пути проложены Более того, здесь была конечная остановка И вот если мы посмотрим вот туда Да, то здесь будут как раз пару фотографий Которые будут показывать, как эта улица выглядела раньше А я вам хочу показать дом Я его обычно демонстрирую во время другого тура Когда мы ходим по проходным дворам Несского Уже в ту сторону Это дом архитектора Бубыря Он совершенно потрясающий Это такой манифест гротеска Модерного гротеска Потому что здесь мы с вами можем наблюдать Я потом, на самом деле, подставлю Скину картинки Подставим более крупным планом Потому что там наверху есть мухоморы Тут есть какие-то странные существа Дикобразы, рыбы Кое-что мы покажем Ёлочки и так далее Конечно, он оторвался Пойдем поближе Вот там рожа какая-то Вот это вообще не пойми, что с выпученными глазами Дикобраз Рыбина Родные, слава богу, отреставрированные Окна А вот это вот Вот эту вот птицу Архитектор Минош просто скоммунизил честным образом И разместил практически один в один На доме, который находится на нынешней улице Ленина То есть такое тоже бывает Или вот это вот Что такое? Это явно масонским врагом Видите, как глаз А может быть это не глаз Может быть это сосок Сосок Павляшвили Ну в общем, короче Это очень круто И вот этот горшичный камень Это гранит А вот там вот это горшичный камень Его очень активно использовал еще Лидваль Архитектор Он не то чтобы он водоталкивающими свойствами обладает Но он тем не менее действительно не так яро намокает И он Если нагреется на солнце Он очень долго отдает свое тепло Что крайне актуально В Петербурге Не сейчас, конечно же А вот, скажем, в каком-нибудь ноябре Сейчас мы Ну поскольку у нас все-таки акцент на проходных дворах Мы пройдем через один Еще один проходной двор Там просто будет очередной Интересный питерский пейзаж Нам надо будет немножко сместиться туда А тем временем у меня Что-то случилось с телефоном Но этот долго у меня служил И мне, соответственно, никто не сможет сегодня позвонить А у меня экскурсия 8 часов Ну ладно Бывает Вот сюда мы сами заходим Вот опять-таки, посмотрите Зеленый двор достаточно Бережки Все как мы любим И вот туда я хочу обратить А что я не знаю Там очередной двор Виден В прорезь С очередными Жизнерадостными пейзажами А нет, он у меня работает У меня просто яркость исчезла Слава Богу Что все нормально О, все Маленькая пепельница Мы вернулись с вами обратно на Стремянную улицу Сейчас будет мега просто крутой дворик Мы туда не зайдем, к сожалению Но нам и не надо Зато мы его увидим Один из самых зеленых дворов С плющом по фасаду С плющом по фасаду Вот, смотрите Это уже такая, знаете, заявка на Париж На самом деле Потому что вот там, когда заходишь в некоторые дворы Вот там этого полно Особенно на Манмартре Там очень любят Ну, на Манмартре вообще Соответственно, на Северном склоне Там вообще раньше же виноградники росли Там, по-моему, до сих пор пытаются виноград выращивать Даже продают вино местное Но я не знаю Я не пробовал, скажу честно И как-то я очень сомневаюсь в его качестве Все-таки, конечно, городская среда В настоящий момент Она не располагает к тому, чтобы собирать грибы Мы с вами двигаемся к Литейному проспекту Точнее, к Владимирскому проспекту Он смыкается на Невском Доходит до сюда Перевращается в Владимирский А затем Владимирский очень короткий проспект Он доходит до, соответственно, того места, где мы начинали И дальше он превращается в проспект Загородный Что крайне интересно Потому что это вообще-то самый центр города А когда-то Когда-то этот проспект был Загородным Можете себе представить Если мы сейчас повернем Вот сейчас здесь у нас такая пятерочка, да? Оккупировавшая все А когда здесь был когда-то магазин колбасы Я вам хочу показать Ну вот можно вот так вот встать Только вместо меня здесь возникнет человек По фамилии Гребенщиков На фоне как раз-таки этого самого магазина колбасы Одеты, между прочим, по моде того времени Ну я имею в виду по той моде, к которой одевались Неформалы Ну или люди, пытающиеся быть нон-конформистами Как мы читали на мемориальной доске В честь эльфийского садика Мы переходим в самый проспект И ныряем в очередной двор Здесь тоже есть немножечко боли сверху В любой арке вы это найдете Потому что в любую арку человек пытается залезть Даже если у него это не получается Это, конечно, светлое место Но на самом деле Вот Мне кажется, квинтэссенция Здесь была когда-то дверь Смотрите, видите Наполовину заложили Что, зачем, почему, непонятно Почему наполовину Вот, друзья мои Квинтэссенция Петербурга Это вот эта перспектива Безнадега.ру Когда мы были здесь в прошлый раз Здесь кто-то жарил рыбу Кто-то ругался Кто-то делал что-то еще Но при этом, пожалуйста, вам Вместо слова из трех букв Можно увидеть вот такое Но наравне с этим Может, вы видите другое Сейчас покажу Вот тут товарищ поставил тачку В прошлый раз ее не было Вот Очень нетолерантное отношение к алкоголикам Мне говорят, чтобы я туда вернулся Уж больно атмосферное Ну, пойдемте, да, зайдем Я вводил здесь экскурсию И люди, конечно же, доходили До самого конца Потому что здесь получается Абсолютно потрясающая фотография Для инстаграмчиков различных И международная щель И посмотрите, вот сюда Вон еще То есть на самом деле Это, видать, пас достроен уже позже Судя по всему Этого не было Естественно, насрано В прямом смысле этого слова Ну, потому что Как же в таком закутке Это замечательно Этого не сделать И вот кому-то, видите, не утерпелось Захотелось Персональное окошечко Очень красиво Зато со стеклопакетами Которые даже, видите, не это Еще в пленке в родной Ну и кому-то подфартило Видите Персональный гараж Имеется Рок Почему-то без буквы С Ну, это как бы Мы так умеем О, смотрите, тоже Кандей А под ним какой-то пакет висит Что в нем находится Всякие провода Ну, то есть вот Это Питер, детка Классическая картина Когда на последнем этаже На балконе Зимняя режима Хранится Это нормально На самом деле Так вот Федор Михайлович Достоевский Как он познакомился-то С Некрасовым Познакомил его С Некрасовым Его приятель Дмитрий Григорович Вообще Надо сказать Вот здесь у нас Отличный салон Для парней Где стригут Я там купил Средства для волос В свое время Вот Вот про эти плиты Я говорил И смеялся Что типа Ха-ха-ха Вместо земли Их повесили Наоборот Их сначала там располагали А потом уже на землю Кидали Мы вышли с вами На улицу Урбенштейна Одну из Самых Ресторанах И тут Как вы видите Жизнь Оживает В настоящий момент С правой стороны Сейчас у нас будет дом Который называется Слеза ком Комсомолки Слеза коммунизма Слеза комсомолки В городе Иваново А вот Смотрите Букраней Вот я когда попрашки водил Он показывал На самом деле Говорил Что есть такие элементы Вот этот Ритуальный череп Который размещается Который размещается На домах Петербурга И он Отсылает нас К тому времени Когда приносили Жертву Быков Всяких там И барашков В древнем Риме Здесь не подразумевалась Кухонь Например В квартирах На первом этаже Видите Помещение Общего пользования Сейчас там Естественно Общепит А вообще Изначально В зависимости От конфигурации Здания Там даже Было бы Вообще В разных В домах По разному Столовая Детский сад Место Где они собирались Для каких-то там Своих Общественных Нужд Ну то есть Подразумевалось Что вы все время Все время В коллективе живете Ну коммунно Естественно Народ Когда туда заезжал Он первым делом Пытался как-то обустроиться Займеть свою кухоньку Займеть свою там Ванну И так далее Потом здесь была Проведена реконструкция Тут висит мемориальная доска Ольги Бергольца Я не буду про нее рассказывать Потому что у меня есть Отдельный выпуск На самом деле Можете погуглить У меня на канале Про Ольгу Бергольца Мы с вами сворачиваем Графский переулок И вот здесь-то как раз И надо рассказать Про Начало Литературной карьеры Федора Михайловича Достоевского О чем я все пытаюсь начать И все я прерываюсь Потому что я что-то вижу Но опять-таки Если мы Посмотрим на Портрет Достоевского Например Вот такой То мы в нем Достоевского Совершенно не узнаем Все-таки как меняет Человека борода И все остальное Более того Вот я спрашивал Когда У экскурсантов Как бы они описали Внешность Федора Михайловича Ну Там Изможденный Цвет кожи На лице определенной Борода И так далее А вот Арзенкамп Его Приятель Медик Который с ним жил Он его описывал Как довольно Пухленького блондина Вот вы можете себе представить Да И Еще один Потом Свидетель Эпохи Писал о том Что он был действительно Блондинистый 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 Было такое слово И как соответственно Федор Михайлович Изменила Каторга Он приехал в Петербург Поступать в инженерное училище Вместе с братом Со старшим Брат Который был здоров Как бык Был комиссован Его отправили Соответственно В нынешнюю Прибалтику В университет Тамошний В городе Юрьев Нынче он по-другому Называется Как вы знаете Феденька остался один Вот он учился Учился Окончил Это инженерное училище К сожалению Ему не нравилось Там ничего Кондуктор Достоевский Один раз Проявил себя Недолжным образом Он отправился На Доклад К фельдцехмейстеру Великому князю Михаилу Павловичу И запнулся И не сказал К вашему Императорскому Высочеству На что Михаил Павлович Сказал Вот пошли Таких дураков А здесь Если вы обратите Внимание Потому что Обычно Не обращают Внимание Покажи Мы никуда Не дожарим Ведь это Мемориальная доска На которой написано Что именно здесь Жил Достоевский И именно здесь Им был написан Роман Бедные люди Вообще Сам он называл Не называл его романом Сам он называл его Повестью И это Единственное Литературное Произведение Которое Достоевский Написал Ну более-менее Комфортной атмосфере Когда у него Была возможность Оттачивать Свой стиль Дело было так Он здесь Жил тогда Как раз таки С Григоровичем И У Достоевского Тогда уже Погиб отец Отца задушили Собственные крестьяне Когда он возвращался С своего имения И в принципе Достоевскому Достался доход Там Ну Наследство было поделено Была учреждена опека Эта опека выделяла Федору Михайловичу деньги Помимо этого Он еще ходил на службу Которая у него отнимала В общем-то Несколько часов в день То есть Два часа дня Он уже был свободен То есть И все это вместе Приносило ему до 5000 рублей Афигнациями в год Это были очень неплохие деньги На самом деле На них было Ну не то чтобы прямо шиковать Но нормально Можно было жить На них Но Федор Михайлович Сразу почувствовал Какой-то вкус К жизни Он стал посещать Рестораны Любил ходить К Доминику Был такой известный ресторан Пошел себе Костюмы И получалось так Что ему присылают деньги Первые две недели Он шикует А вторые две недели Он сидит там На чае с колбасой Которые писали И вот Григорович С ним здесь Поселился И Достоевский Все время что-то писал Писал, 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 писал И в какой-то момент Призывает этого Григоровича К себе Говорит Ну садись Сейчас я тебе Прочитаю И стал ему читать Вот это Пусть бедные люди Перед ним лежала Такая пачка Бумаги А вот кстати Тоже самый портрет Некрасова Что я вам показывал Только в другом Исполнении И он его прочитал И Григорович Офигел Вот Григорович Григорович сам баловался литературой Но он понял Что конечно Перед ним настоящий писатель Он сказал Слушай, нет Я отнесу эту Некрасову Засхватил эту повесть И понес Как раз вот туда В поварской Тогда дом 7 А ныне дом 13 Пришел Некрасов Довольно скептически Его высушил Ну говорит Ну давай я тебе начну читать Он ему прочитал Чуть-чуть Некрасов обалдел Выхватил у него Из рук эту повесть Сам прочитал Чуть-чуть Потом тот И так вот Они короче Читали до 4 утра Расплакались От счастья Вырывали друг у друга Эту повесть Пока читали И в итоге Они говорят Все Надо идти к нему Надо идти к нему В 4 часа Они примчались сюда В этот дом Разбудили Федю Значит Сказали Это прекрасно Гениально И как пишет Достоевский И после чего Сказали Ну ладно Ладно Теперь вас оставляем Спите Как будто Говорит он Я мог после этого уснуть Соответственно Вот здесь вот Достоевскому пришла Литературная слава Потому что после этого Мы возвращаемся сюда Чтобы нырнуть в очередной двор После этого Некрасов Взял эту повесть И Отнес ее на угол Невского и Фонтанки Этот дом будет описан Моем путеводителем Очень подробно Он называется В народе Литературный дом Кобелинскому Который тогда там жил Как писалось В своих воспоминаниях Панаева Это была Любовь всех По ней страдал Даже Достоевский Одно время Она действительно Была очень красивая Женщина Белинский жил С видом на навозной куче Потому что он жил В первом полуподвальном этаже На другие Просто апартаменты У него не было денег И Некрасов Чуть ли не Отворяя дверь ногой Сказал Потрясая этой рукописью Новый Гугль Родился На что Белинский Глянув на него Из-под очков Сказал У вас Гугли Это как Грибы растут А вот тут Вы можете увидеть Сейчас в отражении Нашего оператора Леху Рыба Зеркало Соответственно Белинский Прочитав сказал Приведите его Приведите И привели Достоевского Ну и в общем Белинский Его как бы благословил А вот тут Знаете Я даже может быть Мы попробуем Вмонтировать Я тут как-то заходил Я это сделал Сторис у себя В инстаграме Просто там Ничего обычного Просто лезет Пружик по трубе И кружится Человек из Яндекс.Достар Типичный такой Питерский Антураж Кто-то сломал Ракетку А потом Кто-то Сломал Телефон И все это Повешено Повешено Вот здесь Зачем-то Но это Как бы Опять-таки Олицетворение Эпохи Декаданса Так надо было Говорить В серебряный век Декаданс Это упадок По-французски Белинский Конечно Очень вдохновился Повестью Этой Бедные люди Но дело в том Что в тот момент Превалировала Концепция Что Все должно быть Только прострадание Простых людей Не должно быть Никакой там Ни романтики Ничего другого А Достоевский Наженовал Такие функции Литературы Служебными И протестовал Против них Еще даже до Своей Отсидки И посадки И поэтому Следующего произведения Там Белые ночи Двойник Они как-то Белинскому не зашли И они В общем-то Не то чтобы разругались В общем Намерился Определенный раскол Плюс Вот та самая Эпиграмма Да Написанная Некрасовым С подачи Тургенева В общем Все это конечно Привело К небольшому Обозлению Федора Михайловича Ну а потом Случилось дело Петрашецов И Достоевский Ускакал В места Довольно Отдаленные Вот А дальше Это уже другая История Которая мы коснемся В другом месте Где мы будем Говорить про Федора Михайловича Вот обратите внимание Вот на ту Тумбу Очередная у нас Воздушная шахта Из-под Бомбоубежища И параллельно Это еще у нас Из-за дополнительных Ход Еще одну такую шахту Мы увидим с вами В следующем дворе Где Она прям таки Инкорпорирована В детскую площадку Таким образом Друзья мои Вы увидели Соответственно Дом Где Началась Литературная карьера Достоевского В конце И дом Где она Закончилась Ну вместе С его жизнью В самом начале Есть еще Несколько адресов Федора Михайловича Которые в принципе Я думаю Можно охватить За один маршрут И мы попробуем Это сделать В одной из наших Ближайших экскурсий Вот очередная шахта Цветы Ёчки Кстати Растут Вот Очень красиво Оформленная Ромашками Старым Магнитофоном И Пачкой От сухариков Тоже Прекрасный Петербургский Пейзаж Ой В свое время За такой Магнитофон Да Попахивает Не мочой Попахивает Как бы Вот этот запах Я постоянно Ловлю в Берлине В Бостоне Я постоянно ловил Ну про Голландию Вообще молчу Марихуаны Попахивает Ну Что Мы приближаемся К Европе Просто поскольку Я когда-то В годы моей молодости Собирал это дело В Астрахани И продавал его здесь То я конечно Этот запах Ни с чем Никогда не спутаю И вуаля Мы с вами вышли Обратно На Литейный проспект И оказались С видом На ту церковь С которой у нас Наша экскурсия Начиналась Встречались мы С вами вот там В том самом месте Вот если мы посмотрим Вот сюда Мы увидим Перспективу На Колокольную улицу Вот там С правой стороны Виднеются Эркеры Как раз Дома Пряника Архитектора Никонова Вспоминаем Мы вышли на них Проходными дворами Вы иногда Просите меня Приложить маршруты Друзья мои Мы ленивые Нелебопытные Дело в том Что мне бы хотелось Чтобы вы все-таки Изучали город самостоятельно Не поленились Залезли На Яндекс карты На Google Maps И самостоятельно Посмотрели Где какие дворы Ну потому что Так вы будете Развивать в себе Любознательность А если вам все нужно Разжевать И в рот положить Ну а какой в этом Смысл Согласитесь Хотелось бы все-таки Чтобы это было Чтобы с вашей стороны Тоже была какая-то Работа осуществлена Пусть небольшая Но тем не менее Я предлагаю Встать вот на эту точку Замечательную Во всех отношениях Что хотелось бы сказать В конце Роман Бесы Который Федор Михайлович Издал В самом начале Он уже при жизни Не зашел Демократически настроенной Молодежи Корректорша Вера Тимофеева Писала Что народ Ну вот этот вот Прогрессивный Здравствуйте Вы что-то хотите? Можно с кумиром чуть-чуть? А, пожалуйста Смотрю Надоели все эти Бреды А вот Огромное спасибо За отказ Спасибо Соответственно Я просто ему приплатил Чтобы он в конце экскурсии Прошел и сказал Какой я клевый Так-то на меня обычно Все плюют Вот Ну вот так вот Мне надоело Думаю Пусть меня хоть кто-нибудь Похвалит Вот Соответственно Заслал там пару тысяч Ему на телефон Вот Поэтому Она Тимофеева писала О том Что это был Был пасквиль И значит Как же она Кошмар Мистических экстазов Вот Блин Такая формулировка Хрен еще выучишь То есть Все считали Что Федор Михайлович Предал Дело революции А Федор Михайлович Был провидец Я вот очень жалею Что он умер Буквально за Несколько месяцев До убийства Александра Второго Мне крайне интересно Что бы он об этом деле Сказал Потому что То что он сказал Суворину И с этого Начинается Мой путеводитель По Невскому проспекту Дома номер один Потому что Это известная Выдержка из письма Из заметок Суворина Он писал о том Что как-то они стояли Возле магазина ДЦару Что из-за магазина ДЦару И почему они там стояли Это вы прочтете В моем путеводителе Ибо это напрямую Связано со взрывом 5 февраля 1660 года Который существовал Халтурин В Зимнем дворце И Суворин Достоевский говорит Вот представьте Мы сидим в толпе Стоим в толпе И слышим Что кто-то Кому-то говорит Я завел эту адскую машину Сейчас будет взрыв Вы пойдете Донести полицию Спрашивает он Суворина Суворин говорит Не, не пойду Достоевский говорит Я не пойду Я сравнил все причины Которые должны были Заставить Ну грубо говоря По нашему Настучать Ментам Это причины основательные Я посмотрел на все причины Которые бы меня От этого удерживали Это причины мелкие Это причины странные Но Я очень бы боялся Что Меня бы интеллигенция прокляла Сказала бы Что Достоевский предал Вот в такой атмосфере Тогда это все происходило И вот это как раз Федор Михайлович Очень тонко уловил И изобразил в этом самом романе Бес В котором почему-то Многие там От Качева и Лаврова И всех остальных Пытались найти Какую-то документалистику А это не являлось Документальным романом Он естественно переработал Сюжет Убийство Нечаевым Студента Иванова Несчастного Вот Значит Идут экскурсии Меня уже Честно говоря Задолбали вопросами Когда будет экскурсия в Москве Мы ждем Ну просто официально Они еще не разрешены В Москве Вот Поэтому я жду Когда господин Собянин Даст свое добро Надеюсь что у второй половины июля Это случится А в Петербурге Они идут вовсю Пожалуйста Смотрите анонсы Среда, четверг Суббота, пятница Как правило Либо более позднее время Либо чуть пораньше И выходит у меня Путеводитель Невский С перцем Вы можете Так сказать Уже все Он сверстан Уже в типографии Вот ждем Когда начнется печать Ссылка на предзаказ Есть на моем сайте Вы можете там Вот Посмотреть Ее В прошлый раз я Даже не объявлял об этом Сейчас скажу Что если хотите заслать Какой-то донат Сделайте Там есть реквизиты Ну можете Этого не делать Можете просто Проходить ко мне на экскурсии Большое спасибо оператору Я размещу там Ссылку и на него Задавайте вопросы Пишите письма Высказывайте пожелания Потому что Что бы вы хотели Увидеть в следующий раз С вами был гид Павел Перец Увидимся Пока Я хотел понять Ну вошли я Как все Или человек Смогу ли я Переступить Или не смогу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому